Здорово, парни! Ну, небольшой стримчик все-таки запустил. Никого не предуприл, простите. Все равно он останется в записи. Я надеюсь, его посмотрим. Дорогой друг Туан Кармона. Он из Колумбии. Павка, здорово! Ну, ненадолго. Я надеюсь, сейчас будет. Короче, прям восхищение у меня вызывает. Гребаные поляки поедут нахрен домой. И сборная Колумбия на данный момент 3-0. Константин, если ты будешь настаивать, то и мясо поджарим, а что нет? Будешь жарить мясо и предоставлять дон бензина. Не знаю, к кому ты обращаешься. И кто ты насчет такой? Я думаю, тебя надо нахуй удалить отсюда. Я так сейчас и сделаю. Так, временно исключить пользователей, заблокировать пользователя. Давай, всего доброго. Привет, куражитесь. Да, есть такое? Есть такое. Привет из Болдовы. Вля, какая красота! Да и мы не куражимся, мы вот смотрим футбол. И вообще же красота. Команда... Сергей, алло, здорово! Так, немножко побудем с вами. Порадуемся за команду Колумбии. Вот мне непонятно, кстати, вот такой момент непонятен мне. Парни, вот как такое? Здорово, Серый Волк, здорово! Такая ситуация, вот пару лет назад в Польше просто людей, которые приехали туда болеть за нашу команду, то есть просто, не знаю, поломали им руки, ноги, какие-то ублюдки в сапогах, в берцах. То есть, и сейчас они приезжают радостно это, ну, сюда. Я не понимаю, почему они живы еще? То есть, серьезно, никого ни к чему не призываю, но, блядь, я вообще не понимаю этого, что это такое. И турки-пидорасы тоже приезжают, которые там автобус просто, ну, с людьми, с детьми позабросали, приезжают и здесь прыгают. Мне сегодня видео прислали, прям, сука, на Никольской улице прыгают, там танцы свои ебаные танцуют. То есть, что вообще такое происходит, не знаю. В натуре полицейское государство я думаю, что как сами-то они, когда их портрет этого ебаного оттатюрка сожгли, так устроили тут какой кипиш. Я думаю, что здесь бы тоже стоило бы сделать то же самое, но, к сожалению, этого нет. Но в любом случае, я к полякам после вот того, той движути, когда они напали на наших болельщиков в своей гребаной Польше. Да и вообще, что-то я там в Польшу поездил, высокомерные, охуевшие тваря. То есть, никакого уважения у меня они не вызывают. То есть, из всех европейских наций, да конечно, фашисты ебучие. Здорово, Зевс! Здорово! Здорово, Чечня! Так что, вот так вот. Я считаю, что, ну, то, что они полетят нахуй отсюда домой, это... это прям вот самое малое, что и должно было с ними произойти. Go home fucking Poland. Вот. Ну, а мы смотрим Колумбию. На данный момент 3-0. Добавлено... А, все, уже заканчиваются добавленные минуты. Да, животноводы еще те, поляки. Так, что? Павка собирается мясо жарить, Кость. Будешь ли помогать ему как-то? А? Все закончился? Да. Ну и все, парни. Парни, еще раз. Потому что Колумбия, я считаю, вообще очень нехорошо получилось. С Сенегалом. С Сенегалом. Я думаю, что Колумбия Сенегалу-то просто даст за щеку. То есть, хотя ничего плохого Сенегалу не испытываю. Испытываю неприязнь к японцам. И я считаю, это очень несправедливо, конечно, что 2-1 Япония и Колумбия сыграли вот это удаление, пенальти. Ну, все это нехорошо. Так, ну что? В общем, Туан Кармона. Моя беста, выше свое. Колумбия. The best of this group. Колумбия. Очень рад, на самом деле, победе этой команды. Дон Бензин полетел нахрен отсюда со своим переходом на личности. И всех остальных, кто так собирается делать, ждет то же самое. Кто еще такой Дон Бензин, не понимаю. Так, привет, Восп, здорово, Воронеж на связи. Уходить надо было в кино. Бато, да есть же запись. О, Виктор Барбарайко, привет с Италии, здорово, парни. Из культурной, так, уже ответил. Тарас Петрович, еще добрый, взаимно. Вчера был самый лучший стрим. Олег, да стрим как стрим был, просто разговаривали, о чем разговаривали. Так, так. Мистер Уайт, доброй ночи, Восп и Бэтмен. Бэтмен, тебе желают добрый. Узнаем. 3-0, да, Михаил, да. И так и должно быть. Должно было быть больше. Просто колумбийцы немножко пожалели этих животноводов. Если бы они знали, как они поступают по отношению к людям, которые к ним в гости приезжают, я думаю, были бы все 6-0. Привет, не подскажешь, Ростовин и Дону, хороший установщик, у меня сигнализация есть. Шурави, 1975, Ванга. Братан, протектор Ростов. The best of the best. Очень хорошие, ну, установщики, очень хорошие специалисты. Надо, если я, конечно, скину контакты, но я можешь сам просто забить. Протектор Ростов. Руслан Зевс, Ростов, протектор, да, протектор Ростов. Да, отличная, ну, команда, молодцы. колумбийцы под кока играют, у них преимущество. Да нет, просто поляки играют списками в жопах. Бэтмен раньше кем работал? О, Жак Фреско. Тут такой момент, что не подлежит разглашению. У него была очень интересная творческая профессия. Крайне интересная. И попробуйте угадать. Попробуйте угадать. Вот, прям можно конкурс объявить. Кем раньше работал Бэтмен? Просто ваше предположение. Курваджаны, да, веселый фермер. полоска, курва. Видно, что умный мужик. Да, Жак? Не глупый. Он не глупый. И это хорошо. Уф, ну что, давайте выпьем, что ли, за победу все-таки команды Колумбии. Дон Бензин, по-моему, какой-то селлер, то ли с пробива, то ли с дубликата, торгует билками, что ли. Мне кажется, он просто в рот что-то не то засунул, и теперь у него изо рта лезет то, что не должно вообще лезть изо рта. Ну, пользуются вот эти вот все люди. Сейчас Джак Фреско отвечу. Вот эти все люди пользуются. То есть, я задал вообще эту площадку. Я создал вообще эту возможность продавать. Ну, я и Литвинов, да, вот так вот будем говорить. Создали мы вообще как направление, вот, вообще какую-то возможность что-то продавать. Для этого мы все равно долго трудились сами. Появилась куча всяких ничтожеств, которые начали продавать. Ну, не только ничтожеств каких-то, может, и не очень глупых людей, то есть, но все равно, да, то есть, которые просто последовали нашему примеру. И вот вместо благодарности эти люди, они начинают ну, устраивать какие-то, пытаются еще и задавить, там, блокируют мои каналы, допустим, или тостские каналы, суют палки в колеса, жалуются мусорам. Да-да. И дело в том, что я всерьез подумываю о том, чтобы деньги ну, тратить на то, и вообще мои взаимоотношения с людьми тратить на то, чтобы меня окружали сильные, здоровые парни, как это было всегда. Чтобы эти сильные, здоровые парни вместо того, чтобы ну, я сам нервы свои тратил, просто выезжали адресно, и вот таких вот селлеров, как вы их называете, просто, ну, втыкали головочкой в асфальт, чтобы у них шейкать. Так, я думаю, скоро так и будет. То есть, не буди лихой называется это, пока оно тихо. То тут не начинается прямо уж, но селлерс пробива. Чему? Так, он тебя чему-то научил, Джак Фреско. Если ты имеешь в виду Бэтмена, конечно, ты знаешь, я вообще стараюсь окружать себя людьми, у которых можно чему-то научиться, от которых я чему-то учусь. И люди, конечно, тоже от меня чему-то учатся. И, конечно, от доброго сокровища беру доброе, от злого сокровища беру злое. Я считаю, что не в мире нет вещей, которые не способны чему-то научить. То есть, как говорил, опять же, близкий мой друг, покойный ныне, не существует бесполезных людей. И уж что касается Бэтмена, это, конечно же, он абсолютно не бесполезный. Конечно, научил чему-то. Конечно, и там моя реакция на него, там еще я очень давно его знаю. То есть, в 15-летнем возрасте я там сказал какую-то нехорошую вещь и до сих пор она мне, допустим, ну, является поводом для размышлений, потому что наступила реакция. Реакция вселенной, реакция господа, если угодно. Поэтому вот так вот, парни. Помнишь же Бэтмена, да? Вот эта херня «Мой бог, дьявол и деньги». Бэтмена хорошая, он не помнит плохого. Он зла не помнит, но это записывает. Записывает зла, представляете? Бэтманюга. Так. Так. Дон Бененен, ну все, Дон Бененен, понятно. Так, всем привет, братья-привет. Привет, Литва. Литва здорова, тоже все здороваются. Ну что, а ты так, что гушишь закапы? Да давай тоже я из горла, да? Парни. Туан Кармона. Колумбия. Туан Кармона. Неудобно. Все равно я сделаю это. Только уже, наверное, поменяю. Хороший ром. Кто не пробовал, ребят, ну, то есть, кто вообще просто позволяет себе выпивать, потому что не все такие, да, там есть, допустим, у меня среди моих знакомых, я уверен, подписчиков есть, и достаточно религиозные люди, люди, которые живут там по исламу ее, предполагается, что, ну, и по христианству тоже очень жестко идут, твердо, и предполагается, что нельзя пить и не пьют, но и молодцы, конечно, очень хорошие люди. И есть те, кто дает себе такую возможность, алкоголиков, конечно, нет. Let's drink my brother. Let's drink, Костян. Туан Кармона. Костя, я тебя еще познакомлю, замечательный человек, кто не понимает, Туан Кармона, это тот парень, который подарил мне вот этот персень, тот парень, который живет в городе Кали. Кали, это, ну, это столица кокаина, ну, вообще столица кокаина. Бля, как думаешь против Уругвая, как сыграем, видел, как Суарес кусает игроков. Нет, не видел, как Суарес кусает игроков. Я очень надеюсь, что мы выиграем у Уругвая. Кстати говоря, вот вчера не затронул тему, она очень важная. Тема-то по поводу, ну, выступления вообще, по поводу поведения российской команды, команды на этом чемпионате, то есть, которая началась с песни Слепакова про Рамзана, которую, кстати, мне, ну, вот меня спрашивают, я по личности говорю, и говорил всегда, и до вот этих побед, что Слепаков тут перегибает палку, реально перегибает палку. Во-первых, ну, ну, во-первых, нехорошо перемывать кости Рамзану. Ну, не знаю, там есть, конечно, ну, хорошие, плохие черты в нем, да, я тоже многие, ну, просто вот это вот, ну, клоунада, да, то есть, ну, все-таки, какой бы он ни был, руководитель республики, республика, это как страна в стране, мне кажется, все-таки некрасиво. Это, во-первых. Во-вторых, вот такое отношение к игрокам сборной той страны, в которой ты живешь, но вот это вот, типа, ну, ну, блять, да, как бы они не выступили, надо поддерживать их, а потом уже, ну, по результатам судить, а перед тем, как что-то происходит, вот говном поливать, это некрасиво. И я очень надеюсь, что в матче с командой Уругвая, в матче с командой Уругвая мы как минимум выступим достойно, я имею в виду команда России, и дай бог, что выиграем, я буду болеть за Россию, конечно же, и, ну, не знаю, там стримчик, может быть, завтра сниму, у меня будет возможность, там завтра просто парни приезжают. Так, так. Иван Виктор, вы, вот постарайся без крови, жизнь как мгновение, пусть лесом идут. Да пускай идут. Просто, ну, просто есть какие-то вещи там, без злобы, без ненависти, без желания мстить, а просто по необходимости, потому что это коммерция, все-таки, да, там, это бизнес, и приходится, наверное, ну, существует ситуация, в которой не избежать. добрый вечер, жмур руку, Жек Хитербабер пишет, ни у тебя, ни у Кости, ни у других, на кого подписаны, нет срачей в комментах, это важно, еще делаю вы, что вы все-таки хорошие люди, удачи, добра, лайк, Жек Хитербабер. Не, бывает и срач, но очень редко, и, конечно, мы, мы хайповые темы не ловим, мы разговариваем о том, что действительно интересно людям, которые на нас подписаны, мы разговариваем о том, в чем профессионально разбираемся, и, ну, и так далее, то есть, и поэтому, ну, что там ссориться, да, там неблагодарная почва для всяких мудаков, они тоже были поначалу, и какие-то нехорошие комментарии были, в мой адрес какие-то были плохие слова, но все это не приносит, ну, никакого плода, и они сами самоустранились, да, так, Костян, привет, Литва, так, Кадыров сделал салаху, почетом гражданина Чечни, спрашивается, за что все на этом салахи помешались в последнее время, веселый фермер, братец, да, да какая разница нам по большому счету, ну, сделал еще и салаха, почетным гражданином Чечни, я вообще не понимаю за что, вообще не понимаю почему, ну, короче, сделал и сделал, я опять тоже туда куда не особо разбираюсь, лезть не хочу, короче, ну, и в жопу этого салаха, вот, мое мнение, Владимир Надальский, вот, скажи, пожалуйста, слетает ли код с Пандора 2.4, или имеет она функцию глушения, функцию глушения имеет, а код с Пандора 2.4, прошивку ты имеешь ввиду? Не знаю, не сталкивался, Литва и Огонь протирают его номер в гараже, каждый день от пыли, правильно, Константин, мой-то не протирается, он там, но он просто такой захватанный, что он уже как яйца Будды, да, там, приезжают все время, яйца Будды, труд там, или что, на то, чтобы деньги были, да, они все время блестят, как котовый яйца, как говорится, так что, и мой номер, тоже у Кости в гараже, блестит, прям натертый, потому что все приходят, и с благоговением, ого, потру там, на удачу, чтобы деньги были, чтобы писька стояла, короче, ну и все такое, так, а Литовский, вот он все пылью заливает, весь залетел, и Костяново иногда натирает, как музейный смотритель, Иван Виктор, приветище, так, Димон Лэд, здорово, братец, Костян красавчик, на видосе не заметил его, да, ты какой-то, это, невнимательный, Литва, видос задержка полтора месяца, у меня сейчас, говорит Костян, посмотря какие, когда с нами видос, так никаких полутора месяцев, так, Тарас Петрович, ну тут школьников мало, не для них контент, сто процентов, футболка Петранас, футболка Петранас, да, Костян, футболка Петранас, вот, я вчера же, это, вот, Петранас, пожалуйста, а, ну, надо такую же заказать, только, чтобы Петрастян был написан, а то у Костяна какие-то нездоровые ассоциации, он считает, что, можно смело говорить, что это, ну, что раз окончание на ас, как вчера какой-то мудак написал про либерастов, да, то и, ну и Костя он из того, потому что, о, Костя, кстати говоря, давайте проведем сравнительный анализ, вот, видели, вчера какой-то дурак написал мне, а ты что лодку качаешь там, а ты кто сам, либераст, сразу видно, человек голосовал за кого? За Путина, да, то есть, ну, сразу вот это, вот, отличительная черта людей, которые голосуют за Путина, то есть, интеллигентность вот эта, незнакомых людей называют с окончаниями на аст, называют их грубыми словами быдло, то есть, ему напишешь, извините, я немножко не согласен с вашим мнением, то есть, в ответ, что делает человек, который голосовал за Путина, он вежливо отвечает, да иди нахуй, пидорас, вы сука, быдло, вы уроды, вы тупые хохлы, вы, ну, короче, вот эту всякую херую, короче, мы знаем вас, Костя, почему вы меняете окончание на ас, это латентность, сто процентов, нельзя, Костян, так, за Путина, нихуя себе, да, я буду вспоминать об этом до конца дней своих, так, 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 что скажешь о Берли Лазаре, кураторе ВРФ, сектах Хаббат, Жак Фреско, ничего не знаю, брат, сейчас, а ты не знаешь, ничего о Берли Лазаре, какой-то куратор, сектах Хаббат, в Российской, в Российской Федерации, а? Не слыхал, да, не слыхали, брат, если даже какие-то ссылки, и, мы с удовольствием, ну, послушаем, мне сейчас близкий, тоже Петранас, кепку задавил, и Феррари, ага, Костя, тебе под меня, да, Димон Лед, вот сейчас мат закончился, думаю, у вас по-любому за Колумбию болел, Димон, только из-за этого, ты посмотри, как стрим-то называется, конечно, я из-за этого только и решил снять стрим, потому что у меня есть друг в Колумбии, ну, вот еще раз скажу, вот друг, который подарил мне вот это кольцо, вот это вот скиллер, то есть, по своему собственному разумению, я ничего этого не просил никогда, и ни у кого не прошу подарков, это его личные презенты, вообще, ну, очень хороший человек, и, конечно, я болел за Колумбию, мало того, то есть, еще и против Польши, я очень категорично выступаю, потому что мне не нравится, еще, ну, такая ситуация, что вот поляки избили наших болельщиков, вполне себе мирных, в Польше, несколько лет назад, так что, вот эти вот команды, Польша и Турция, не знаю, то есть, я давно хотел, вот этого вот чемпионата, я ждал, я думал, им просто будет пиздец, я не понимаю, честно говоря, кроме наших расистских болельщиков, они просто, наверное, тоже за того же самого голосовали, да, и когда пришла, пошла речь, действительно, уже за то, чтобы доказать, именно, ну, что у нас есть какая-то своя гордость, и мы можем отвечать адекватно на какие-то попытки, потуги, ну, каких-то нехороших людей, то есть, все вспомнили сразу, что нельзя этого делать, вот когда надо было поехать во Францию, и там всем пиздец дать, и вроде как действующие линии, власти не сказать, что прям посылало их туда, хотя и это возможно, да, но по крайней мере поддерживало, так все нормально, а когда надо просто свою гордость оставить, хуй сосать, то есть и турки, и поляки спокойно разгуливают здесь, и просто даже их просто, просто закошмарить бы их вот так вот, да, вот просто подъехать, ну, сука, блядь, ну, и все, да, нет, не проходит, Костян, хватит уже про политику, я просто голосовал за земляка, не знаю, Костян, вот бицепский, это как бы, бицепский маньяк, тоже мой земляк, можно сказать, но я как-то далек от его идентификации в качестве хорошего человека, так, бродяк, здорово, наконец-то попал тебе на стрим, проект, спасибо, я видел, там оставил комментарий, спасибо, о, Олег Сергеенко, доброй ночи, прости, ну, хотел тебе именно прям, адресно, как сказать, дать знать, что начну стрим, но я начал его спонтанно, именно с победы, колумбийская команда, разгромный над командой, нелюбимой мною Польша, так что, просто как-то так захотелось поздравить, думал, что сейчас будет, он минут 15 уже 24-23, я, наверное, еще недолго проведу, этот, ну, стрим, вот, здесь достаточно прохладно, попробую перевернуть камеру, потому что неудобно так, ну-ка, получится, автоповорот отключен, вот, сука, нет, не получается, не получается, жалко, а то просто лезу прям пальцами в камеру, когда листаю сообщение, так, Вася диагноз, так вот почему Костян лысый, его все труд, да, есть такое, все приезжают и прям начинают, да, и я тоже такой же, вон, все, никаких волос нету, все приезжают и начинают дать патруну, пожалуйста, однажды быть деньги, на моем номере, пчелу Костян запалил в оспу, мне скидывают фото и говорят, я слежу за тобой, смотри, Литва, так, Тарас Петрович, привет, Олег, это земляки же, да, так, на моем номере все так, за Плутина, да, все, пошел он, Костян, он до сих пор, я вспоминаю, Олег Сергеенко, Олег Сергеевич, нефиг за, тоже нельзя, не надо, Олег, давай уж договоримся, что мы не будем переходить на личности, и нехорошие слова употреблять, независимо от того, насколько действительно человек какой-то заслуживает их, ну, на наш взгляд, да, вот, я с тобой очень согласен, но не стоит, не стоит так делать, так, Агукин, без ваших голосов выбрал, да, на заводах работы, Гойн голосует, о, ты еще не видел, как в лагерях мусора голосуют, все выходят, короче, вот, есть 3-4 смены, да, и плюс еще охрана, ну, рота охранная, тоже 4 смены, хозяйка с утра в день выборов встает около КПП, и каждый проходит через хозяйку, с удостоверением и с паспортом, через хозяйку проходит, и с бюллетенем показывает, за кого голосовал, если, не дай бог, кто-то напился, такие случаи бывали, не пришел, или заболел и не пришел, все, он больше не работает там, он больше там не работает, он уже больше, а это зарплата для них конская, 24 тысячи, там, 23 получают офицеры в лагерях, если работать за забором, ну, по ту сторону, я имею ввиду, где просто жизнь, то на почте где-нибудь, или где-нибудь, то будет получать 8, ну, 4-8, так что там очень боятся все за работу, даже в коре, которые получают там по 8 тысяч, да, но работают, что они, нихуя не делают, работают посменно, короче, жуть, на заводах такая же хуйня, на всех предприятиях, да, короче, что это известная российская практика, вот кто ведет, где ведет, все ведет, уже ввела Колумбия фаллический символ в попу метафорической команды Польши, и Польша прям вот на отдаче от этого введения летит нахуй домой, туда ей дорога, так, Марк, привет, дружище, ну, вот мы не голосовали, еще бы не хватало Литва, не знаю, вас у нас все умеют, так, сейчас, 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 так, как мне говорят товарищи, иди сходи, испорьте бюллетени, кто им мешает на мой испорченный бюллетень, два своих нужных кандидатов напечатать, никто не мешает, они же производят это все, Аргентина, гандоны, я видос видел, где хорваты, они избили, как будто от этого их сборная станет лучше играть, о чем они гандоны-то, о чем хорваты, что, хорошие люди, веселый фермер, ты давай тоже знаешь, хорватов особо не восхваляй, ты многое про хорватов, я думаю, не знаешь, а хорваты тоже такая нация, которую, знаешь, почему не принимают сейчас, вот ни в Шенген, ни в Европу, от нее как-то коситься, потому что они, ну, зверства, которые чинили хорваты, ну, очень серьезная тоже тема, я, ну, к хорватам никакой, честно, никакой радости, пиетета не испытываю, вот к сербам, да, сербы братушки, жалко, что они проиграли вот этой гребаной Швейцарии, ну, надеюсь, ну, хотя у них прям очень мало шансов, жалко, ага, Костян, он теперь 6 лет, тебе это будет припоминать, буду, буду припоминать и больше, у вас 21 июля будет бокс, за кого будешь болеть, за Александра Усика или Мурата Гассиева, я буду за Мурата Гассиева, наверное, болеть, потому что, ну, все-таки, Мурат Гассиев, я так понимаю, все-таки осетин, да, вот, а я, ну, все равно кавказец, да, и у меня, ну, то есть, по отцу я, Шапсук, я уже говорил об этом, и для меня это очень много, значит, я, скорее всего, буду болеть за Мурата Гассиева, и я живу все-таки в России, и кроме того, мне не так уж импонирует ведение боя Усика, и поэтому еще чисто как, ну, как спортсмена, я, скорее всего, буду болеть за Гассиева, так что вот так, то есть, никак не умаляя, ну, Усика как человека, и тем более там, по национальному признаку, молодец, хороший боксер, я буду болеть, скорее всего, с Гассиева, да, так, не знаю вас, у нас все мирно, два выезда в центр, делал в последние дни, точнее ночи, правда, поляков не видел, одни латиносы, прикольно, но это в Питере, да, да, очень хорошо, жалко, я сам бы тоже поехал, но вот, начинается там тоже движуха, эти там, за свои погоны боятся, и пытаются за мой счет, тоже себе что-то сделать, мы не голосовали, не надо, привет, дружище, привет, Бэтмену, кстати, привет, удивился, когда он начал поддерживать диалог на камеру, почему, ничего тут удивительного нет, просто скромный человек, и, так что, поддерживает, вот, кто ведет, уже ответил, ебаный мобил, и нет, хотелось поприсутствовать, Райан Виннер, ну, еще поприсутствуешь, веселый фермер, сообщение удалено, немцы последний гол красиво вколотили, не смотрел, честно говоря, немцев не смотрел, у меня вообще, это группа, там, по-моему, никого у меня даже нет, за кого бы мне хотелось болеть, привет, дядька, привет, думаю, что Испания чемпионат мира выиграет, Рональдо уйдет после этого чемпионата мира, Алик, ну, неизвестно, тоже, да, там ставят на фаворитов, что Испания и Германия, но он начался уже очень нестандартно, и может выиграть его любая команда, я так понимаю, так что, вот так, братка обнимаю, а утром набери, а спать удачного стрима, всем удачи, парни, взаимно лету уж, я тоже, что-то 31-29, я сейчас тоже буду, наверное, ну, подвязываться, потому что просто, ну, как сказать, решил поделиться с вами радостью по поводу победы Колумбии, тут особо никаких тем даже для разговора, только вчера разговаривали, выхожу, сейчас свет вырубит в гараже, всем удачи, Константин, так, если выиграть, наверное, расплачется, Рональдо расплачется, Серый Волк, ну, да, Рональдо, я так понимаю, даже еще и заднеприводный, то есть, да, ну, без всякого зла, говорю, ну, бог ему судья, хотя, ну, для меня это, конечно, неприемлемо вообще, что такое было, ну, его как бы выбор, он не в моей стране живет, никакого отношения ни я к футболу особо, ни Рональдо ко мне не имеет, да, ну, кроме того, что он фанат все-таки, все-таки нашего же бойца, очень известного, и я уверен, никакого отношения не имеющего к его сексуальной направленности, да, знаете, о ком говорю, про Орла, ну, и все, то есть, ну, расплачется, расплачется, а что, ну, многие плачут, кстати, игроки, я смотрю сейчас, футбол, да, многие плачут, ничего такого нет в этом, плачет и плачет, и Рональдо-то, конечно, тоже будет плакать, ничего плохого в этом нет, вполне в духе Рональдо, так, усик крымчанина, по диалоге одно, проходивца, Крым ваш, ну, Олег, я что, да, слышал, какие-то, вот эти, его высказывания, ну, ты знаешь, я, честно говоря, Олег, не думаю, что стоит вообще за это даже как-то ругать людей, ну, для людей, все-таки по-другому все это представляется, ну, для общей массы, в том числе и для Усика, я вообще не понимаю, почему футболистов, поэтов, каких-то, песенников, певцов воспринимают в качестве какого-то гласа Божия, да, вот там, Макаревич сказал, что Путин гандон, это серьезная какая-то тема, кто такой Макаревич, кто такой Усик, просто спортсмен, да, не надо из них делать, не надо из них делать, ну, каких-то, действительно, ну, не знаю, глазов народа, и сами-то люди очень много не понимают, да, я говорю, это непонятно все, плохо, конечно, что люди судят там о чем-то, и ругаются, и рассказывают, ну, да, ну, хрен знает, хорошо, Усика тоже я не хочу судить, хорошие спортсмены, ну, я его оцениваю с точки зрения, ну, спорта, понятно, что если бы он сам бы захватывал Крым, допустим, да, были бы вопросы, или там, принимал в этом участие, или, допустим, еще что-то делал, там, детишек, не знаю, там, приходовал, ну, это, конечно, были к нему вопросы, а так, он спортсмен, а мнение каждого человека может быть, ну, каждого человека имеет право на свое мнение, независимо от того, нравится нам это или нет, Димон Лед, Костян, удачи, Костян, удачи, всем здравствуйте, мокер, уже подвязывать буду, сейчас вот 35-55, ну, 34-55, минут до 40, конечно, дойду и буду подвязывать, хорошо, что плачет, Алекска пишет, лучше плакать от поражения, чем когда похер, конечно, лучше быть, ну, лучше принимать участие, и хоть, ну, эмоции какие-то выражать, может, слишком перебор, лучше, короче, перебор эмоций, чем отсутствие их, ну, это теплоохладности, как раз, вот тоже тема, Костян, когда будешь работать на новом гараже, да, действительно, Костян, когда, еще плачет те, у кого ставки погорели, а вот за это плакать не стоит, мне лично Ломаченко нравится, ну, да, тоже неплохо, ну, боец, так, вот, завтра наша игра, если будет возможность, будешь смотреть, по итогу стрим будет, блядь, если, блядь, очень хотелось бы, давайте, что, можно прям вот вместе собраться, действительно, и посмотреть, я просто какую-нибудь подставку даже сделаю, и будем вместе смотреть, что-то обсуждать, легко, ну, получишь средства, потому что завтра должен приехать человек из-за границы, как минимум один, а может быть и два покупать, и завтра, возможно, сниму, кстати, видео на рейндж-ровере, как работает заводилка на ВОГе, 17-го года, так что, вот так вот, да, можем, если, короче, получится, я, да, завтра выйду в эфир, может, не с начала матча, ну, да, попробую комментировать, ну, как комментировать, все будем комментаторами, о, вот, попросил, как ставки делал, конечно, помню, ехал делать ставки, и просрал почти 100 тысяч, ну, и ладно, давайте замутим, давай, ТВ хоть раз не ночью можешь стримить, ты хоть раз не ночью можешь стримить, Юр, я просто даже не хотел стримить, включил, из-за того, что Колумбия наконец-то выиграла у гребаных поляков, стрим могут забанить, могут, да, могут, могут, но все равно, забанят и забанят, и хер бы с ними, Алекс Литвинов, как с тобой связаться, можно по поводу подарков с первого стрима, да, 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 Алекс Литвинов, Павка, это человек-победитель, так что, давай-ка пришли ему хоть подарок-то, я сам, правда, тот еще присылатель подарков, Аслану никак не пришлю подарок, не пришлю Алексу Кинки, но пришлю, так, ну на экран не направляю все, да, я так и буду делать, вот, привет из Берлина, о, Саша Белый, здорово, слушай, кстати, я не знаю, поеду в Гамбург или нет, я сейчас в Чехии, в Праге, я просто должен отсюда ехать в Цюрих, но мне надо еще что-то с машиной сделать, потому что мне надо поменять масло, и, скорее всего, диски тормозные, и, ну, и так далее, короче, ну, по мелочи, и я, может, доехал бы докуда-нибудь, где бы поменял вначале, так что, возможно, я поеду через Берлин, ты бы мне написал в Телеграм, можно бы договорились бы, я бы и доехал, так, Мокер пишет, вот, просматривал твои интервью с Марсо, что о ней скажешь, Мокер? Марина очень позитивная, очень работоспособная, что мне всегда импонирует, это самоотдача человека, и желательно, ну, вот, вчера об этом только говорили, и желание работать, и желание, ну, ну, трудоголизм, вот она молодец, она такая, прям, ну, зажигалочка, и, действительно, любит то, что делает, молодец, она, конечно, молодец, я в каком-то роде, можно сказать, восхищаюсь Мариной Марсо, потому что она девочка в мужской теме, очень много обидных каких-то вещей бывает, пишет, это задевает, я уверен, девочку больше, чем мужчину, потому что все-таки они более чувственные, как-то больше через себя пропускают, ну, вот эти, весь негатив, а негатива много, тоже выливается, со стороны всяких школьников и прочих уродов, и, конечно, она молодец, она молодец, с ней приятно общаться, молодец, что сказать, вот мне нравится Марина Марсо, как и человек, и как ведущий, и как специалист, она молодец, так, здоровенько, что по тачкам, Миф, ты же написал мне там вроде в телегу, я смогу, отвечу, звони в любое время, вообще не вопрос, Сань, ты мне дай какой-то телефон, или что-то мне, как звонить-то тебе, под видосами на моем канале, личный телеграм указан, Алекс Литвинов, а, это кому связаться, ну, поляки очень плохо играли, они не заслуживали даже ничью, против поляков ничего не имею, а я имею, потому что в поляке, когда там русские болельщики приехали, и, в общем-то, вели себя достаточно, ну, достаточно корректно и вежливо, просто напали, там избили, я считаю, что это, очень плохо, и вообще они очень высокомерные люди, мне не нравятся, вот я, сколько бываю в Польше, какой-то осадочек всегда, Павка, окей, ага, самыми добрыми пожеланиями, с Нижегородского севера, рад видеть, добром здравии, Вася Иванов, здорово, Нижегородский север, это что такое, Варнавинский район, ветер северный, так, согласен, Марсоне туда понесло, согласись, Марсоне туда понесло, Мих, ты имеешь в виду, вот это вот с Пуа РФ, все-таки лицо и красивое лицо в каких-то проектов, допустим, своего супруга, да, который давно уже очень, можно сказать, у истоков стоит того же Игона, Угона нет, она все-таки, ну, то есть она, ну, она нельзя такой к Марине, как сказать, относить, во-первых, эти претензии, во-вторых, это очень хайповая тема, сложно, конечно, обвинять кого-то в том, что ее создали, она потому что все равно просится, тем более в Питере, ее поэтому и сделали, я же понимаю, ну, то есть, я же прав, то есть ты об этом говоришь, а с Пуа РФ, противоугодные площадки, там, по поиску автомобилей, так что, ну, да, я тоже не считаю, что это здорово, да, это со всех точек зрения не очень, но, тем не менее, то есть люди ловят хайп, я не могу же там, то есть Марина, это не какой-то член моей банды, да, там, это не мой, младший товарищ, да, там, или просто товарищ, которому я там могу сказать, слышь, ты что там, притормози-ка на поворотах, короче, там, ну, ну, понял, да, то есть она делает то, что она делает, то есть она делает, то есть ей это кажется, ну, правильным или ей кажется это хорошим, а там уже, ну, жизнь рассудит, то есть я же не, как сказать, не учитель Марины Марсо, я, ну, ее друг, можно сказать, да, радость, она, ну, вызывает во мне какие-то дружеские чувства, и, ну, и мы рады видеть друг друга, допустим, рады общаться, рады, что чем-то можем помочь друг другу, вот и все, а как-то уж там ей говорить о том, что возьми-ка и сверни этот проект, а то, ну, кому-то не нравится, я не могу, конечно, так, вот, литовцы, отличные ребята, а поляки, это просто отбросы, знаю, о чем говорю, много с ними общался, говноед за две копейки удавится, алекс, не могу такое сказать, я с ними на, по поводу двух копеек не общался, у меня никакого общего бизнеса нет, с поляками, я есть с одним типом, и прям я недоволен, но, короче, обсирать тоже их особо не хочется, но просто вот за их деяние, вот просто в этом отношении, да, конкретно, было бы вообще нормально, если бы там подсрачники надавали в Москве, где они играли уже, или вот где они сейчас играют, в Казани, ну, правда, следует, следует ради заметить, что и Казани, в Москву нормально так вычистили, и в Казани, там еще со времен универсиада, там все группы, почистили, попересажали, если бы не Марсо, и вел бы канал ее муж, никто бы не смотрел, так что ее муж молодец, Юр, а при чем тут, если бы не Марсо, я вел бы канал ее муж, и никто бы его не смотрел, да, а Марсо смотрит, и отлично, отлично, Дима, у нас пора спать, тебе может завтра 7 месяцев, больше посмотрите, всем пока, удачи, у вас спокойной ночи, да, добрый ночей, ребят, все, буду подвязываться тоже, короче, сейчас я посмотрю, что еще, и так уже 43 минут, непонятно, за чем говорим, Дима с Мариной хорошая, ух ты, блядь, Дима с Мариной хорошая пара, сегодня стейки будут, Дмитрий Каргополов, мы уже съели сегодня стейк, давайте завтра, прям вот, по полной программе стейков нажарим, всего такого, и будем смотреть матч России-Уругвай, Михаил Карпов, честно, братан, всю жизнь ненавидел активистов, даже красивых, братан, с женщины спроса нет, и тут уже дело другое, то есть, одно дело мальчик, да, то есть, ну, и спрос один, а другое дело все-таки девочка, я тоже, знаешь, не особо к активистам хорошо отношусь, ты, ну, знаешь мою позицию, да, а Марина, это Марина, это девочка, и у нее, ну, ладно, давай, хочешь, там лучше лично об этом поговорим, то есть, тоже не хочется перебирать, ну, как бы в третьем лице говорить о человеке, ну, и, короче, вот такие дела, я считаю, что женщины спроса нет, и такого подхода не может быть к женщине, как к мужчине, насчет поляков, это вопрос истории, пока они живут в прошлом, к украинцам, у них тоже вопросы, претензии за Волыни Бандеру, да, все правда, это правда, а, Бандеру, да, то есть, за самого Степана, да, ты имеешь в виду, да, у них там много вопросов, действительно, я смотрел несколько репортажей даже, так что, да, есть вопросы, да, и к России, у поляков есть вопросы, потому что, ну, они, у них всегда было очень много гордыни, и они этой гордыней захлебывались, и, конечно, получали пизды за это очень здорово, потому что гордыня, она всегда наказуема, вот, по поводу измен со стороны женщины, мужчин, как отношения, мистер ва, это какое может быть отношение к изменам, есть, ну, во-первых, такое измена, еще надо бы понять, а во-вторых, есть заповедь, не перелюбодействуя, я отношусь как к нарушению божьей заповеди, так, а в общем, ну, конечно, как и везде, бывают и нормальные люди, конечно, бывают, автосекьюрити, такой вопрос, по твоему мнению, каких угонщиков в странах СНГ сейчас больше, те, которые могут угнать авто только с помощью ретрослятора, или все же специалисты, которые могут совершить ночной угон, больше, конечно, кто-то с помощью ретрослятора, конечно, больше тех, кто хочет все проще, и особо не морочится, но, есть, конечно, и специалисты, Юр, есть и специалисты, и специалисты очень высокого уровня, Михаил имеет в виду эту тему про розыск похищенных тачек, да, так эту угонщику позорный пинок позад, что тачек прятать не умеет, даже наоборот, получительные видосы, Мокер, и это тоже, и ты немного прав, я считаю, потому что так безобразно бросать машину во дворах, да еще и номерах, хуй пойми от чего, это тоже, но, это, блядь, тоже перебор, все верно сказал, ну, так, автосидент, Алекс Лизинов поддерживаюсь, автосидент, кого поддерживаешь, народ отпустите вас, то не пишите вопросы, а то он так еще час будет говорить, да, всем удачи, удачи, не умеешь красиво работать, не работай, ну, Алекс, с другой стороны, это тех, кто чуть-чуть повыше ступенькой, все-таки спасает от расправы со стороны мусоров, да, потому что мы сами задаем тон, поэтому, ну, конечно, всегда надо стремиться быть лучшим, но жизнь, это игра, ну, борьба за выживание, и кто-то будет слабее, Михаил Попков, ВАСП, так, вечер добрый, господа, Мих, рады тебя видеть, но мы уже рвемся, потому что время тоже 47 минут прошло, я уже сказал, что на 40 подвяжу, я просто хотел поздравить всех с победой Колумбии, ну, и в основном своего друга, который потом, я думаю, есть, посмотрит это все в записи Туана Кармону, так, спасибо, спокойной ночи, доброй ночи, Юра, завтра постараемся выйти на связь, так, Михаил Попков, удача, взаимно, но все-таки, как ты думаешь, постанова Марсоу, подстанова Марсоу шоу, есть, конечно, постанова, а что ж ты хотел, чтобы она снимала, а, ты имеешь в виду, по поводу самих угнанных машин, как не задумывался, да не, я не думал, что постанова, до хера на самом деле, всякого такого говна валяется, там, нет, лес еще, знаешь, нетронутый, все сваливаю, всем, спокойной ночи, все, мокер, до встречи, кто, сервер, кто диск поставил, да кто диск поставил, тот, наверное, кого я удалил, какой-то мудак, который, какие-то вещи начал писать, личностные, то есть, которые вообще не надо писать никогда, черт какой-то, кто поставил диск, отвечаю, какой-то черт, вот, ладно, парни, доброй ночи, о, Михаил Крыгополов, завтра, во сколько, стрим, в 6 начинает по Москве, по-моему, играть, Россия с Колумби, постараюсь снять стрим, и постараюсь завтра снять видео с Рынжом, кстати, как посмотрели, я специально выложил вчера, костыль поставил на землю, добрый, добрый, парни, не бежите больше пока так, сейчас, короче говоря, завтра постараюсь снять видео с Рынжом, я выложил видео с озером Нойзидлерзея, и там, кормлением лебедей, и с городом, про который вчера говорил, город Руст, это Австрия, посмотрите, спокойный, добрый видос, ничего плохого, злого, просто показало, какое озеро действительно очень красивое, спокойное, приятно там находиться, очень приятно находиться в Европе, всем того же желаю, с уважением к вам, желаем, действительно, вот, завтра тоже Миха пишет, завтра серьезная игра, Россия вперед, я имею ввиду именно футбольную команду, дай бог, я буду болеть, конечно же, за Россию, и будем, я думаю, ну, замутим стрим, зажарим еще стейков, короче, буду жарить, где-то буду сам смотреть, а где-то буду жарить, вот, сейчас опять какая-то игра начинается, сейчас тоже буду смотреть, все парни, всего от бога, Сергей Сталиков, взаим, ждем, желаем победы России, еще раз, с радостным сердцем, поздравляю, команду Колумбии, Туана Кармона, моего брата, Колумбия, достойно всяческих похвал, нечестная игра, я считаю, с Японией, прям, нехорошо, вот эти удаления, желаю и Колумбии выйти из группы, и, конечно, России, против Уругвая, одержать победу, с уважением, я, Воскиллер, одиос, никаких ЗИ, коллег, все, нечестная игра,